Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В Минздраве считают, что цены на лекарства, стоимость которых не регулируется государством, выросли почти на 20%. Рост цен в дешевом сегменте был еще выше около 30%. На этом основании Минздрав полагает, что необходимо государственное регулирование цен, иначе рост сдержать не удастся. Между тем, по данным того же Минздрава, в отрасли в настоящее время не хватает 30 тысяч врачей определенных направлений, хотя одновременно наблюдается профицит других специалистов. Ну а если спросить потребителей, то цены выросли на все 50%. Тут и курс доллара, и жадность аптек виноваты. Но, разумеется, рубль должен быть слабым, иначе никак. Банки теряют очки доверия россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Доля россиян, доверяющих банкам, сократилась за год с 74% до 56%. Максимальный уровень доверия населения был зафиксирован в 2013 году на отметке 78%, а тенденция к снижению доверия наметилась с прошлого года. Динамика уровня доверия страховым компаниям схожа с динамикой доверия банкам. Однако не так выражена. За год доля россиян, доверяющих страховщикам, почти не изменилась. Однако с 2013 года отмечается заметное падение с 41% до 35%. Кстати, давно сказано, что для нашей свободы банки куда опаснее вражеских армий, сказал Томас Джефферсон. В среду, 20 мая, цены на авиабилеты немного снизятся. Курс евро для продажи международных авиабилетов устанавливается еженедельно по средам. Рублевые расценки вычисляются по курсу Евро Центробанка России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону. Так что пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит подождать с приобретением билетов до среды. Российский фондовый рынок открыл торги вторника снижением. Индекс ММВБ в первые минуты торгов снизился до отметки 1677 пунктов. Среди лидеров роста акции Солерса, РДР Русала, ВТБ, НЛМК, Яндекса, АФК Системы и Префы Сургут нефтегаза. В лидерах падение Мечел, Мостотрест, Полюс Золото, ТМК и Сбербанк. Российский рынок открылся снижением на фоне падения нефтяных котировок, ушедших в минус на опасениях роста запасов сырья на мировых рынках. На азиатских рынках позитивная динамика, поддерживаемая ослаблением иены. Курс доллара на 19 мая 49 рублей 21 копейка. Курс евро 56 рублей 10 копеек. Золото стоит 1943 рубля за грамм. Серебро стоит 28 рублей 1 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent 66 долларов 34 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.